ВЕКТОР УСПЕХА Из приятного. Снова заработал туристический кэшбэк. Условия прежние. Оплачиваешь картой Мир, Тур, Круиз или просто проживание в отеле не менее двух суток и получаешь обратно на счет до 20 тысяч рублей. Главное зарегистрировать карту в системе лояльности до того, как совершишь покупку. В путешествие с кэшбэком можно отправиться вплоть до конца апреля, а в Круиз до конца мая. Другая новость оставила противоречивый привкус. Ну, с одной стороны, нефть оказалась на максимуме с 2014 года. Звучали даже прогнозы о барреле Brent за 100 долларов ближе к лету. Мол, запасы-то невелики. Но, увы, рост нефти не смог нибелировать геополитические риски. Дешевели акции российских компаний, национальная валюта снижалась и к доллару, и к евро. Несколько утешает то, что сверхдоходы от нефти идут в национальный резерв. И последняя новость тревожная. И касается она распространения штамма омикрон. Около 40% случаев заражения вирусом в России приходится именно на него. Премьер Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на удаленку. И в первую очередь пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Тех, кто не может выполнять свои задачи дистанционно, рекомендуется регулярно тестировать на коронавирус. Если брать Петербург, сейчас, по данным HeadHunter, на постоянной основе удаленно работает каждый пятый сотрудник. А потенциально перейти на дистанционку может намного больше. В течение прошлого года такой опыт получили 68% работающих горожан. Стоит знать, что теперь удаленный режим работы регулируется федеральным законодательством. А это значит, у вас есть такие же права и обязанности, как и у офисных сотрудников. В том числе это касается и рабочего графика. Если работодатель переводит работника на удаленную формат работы, он должен заключить с ним, в идеале, дополнительное соглашение к трудовому договору. И там должны быть прописаны графики работы. То есть человек работает с и по такое-то время. И, соответственно, после того, как его время рабочее заканчивается, если работодатель просит его поработать больше, то там уже, соответственно, законодательству должна последовать дополнительная оплата. Закон также говорит о том, что сотрудник не обязан отвечать на сообщения руководителя, если они отправлены в нерабочее время. А уволить человека можно только в случае, если он в течение двух дней, опять же, рабочих не выходит на связь. А если компания сокращает зарплату при переводе на удаленку, ей грозит штраф за нарушение трудового кодекса. В наш обиход прочно вошло понятие «пенсионная однушка». Иметь квартиру под сдачу – это как мечта отца Федора из 12 стульев о свечном заводике. Символ стабильного дохода, ибо тогда свечи востребованы рентабельно, а сегодня квартира всегда отобьет ипотеку, конечно, если она не валютная. И послужит неплохой прибавкой к пенсии. Могу порадовать тех, кто выбирает недвижимость как финансовый инструмент. В отличие от большинства российских городов-миллионников, у нас в Петербурге доходность аренды за последний год выросла, а срок окупаемости вложений в недвижимость сократился на 2,5 года. Это данные аналитиков консалтинговой группы SRG. В среднем однушка в Петербурге сейчас сдается за 26 тысяч рублей в месяц. Но если площадь большая, ремонт свежий и стильный, а локация в центре, ценник вполне может вырасти до 50 тысяч. В любом случае, собственник должен заплатить налоги. Разумно купить страховку и зарезервировать деньги на непредвиденные расходы вроде сломавшегося холодильника. Как минимизировать риски и оптимизировать расходы при сдаче квартиры в аренду, расскажет эксперт. За какой срок реально найти арендатора? Если мы говорим про долгосрочную аренду, то мы смотрим на неделю. То есть, если недели у нас нет ни звонков, ни просмотров, то мы, конечно, корректируем стоимость по рынку. А если краткосрочно, мы каждый день мониторим цены и каждый день выставляем рыночную стоимость, делая какие-то специальные предложения. Какие документы нужно у него проверить? Мы проверяем паспорт и также мы еще проверяем сам контакт человека, с которого к нам обращаются, звонят по объявлению. Мы смотрим через специальное приложение, которое определяет номер и определяет по тегам, как человек у кого-либо когда-либо был записан. То есть, у нас были некоторые такие случаи, когда мы смотрим входящее, приложение определяет, как, я не знаю, там, Александр мошенник, Александр украл телевизор. То есть, для того, чтобы профилактировать такие истории, мы, естественно, отказываем таким гостям. Какие пункты в договоре аренды обязательны? Правила проживания, количество дней, санкции, если гость вдруг не платит. И, естественно, мы перечисляем все то, что находится в квартире, и на подпись от гостя тоже берем, поскольку, ну, такой некий акт приема-передачи, где написано, что остается в квартире и что должно остаться, в каком состоянии после выезда гостя. Какие пункты лучше включить в договор аренды? Правила проживания, что гость не должен курить, нарушать правила, после 11 не шуметь, там, никакие ремонтные работы не производить без вашего согласия, не демонтировать мебель, например, да, или не прибивать к стене то, что ему захочется прибывать. Но какие-то такие правила проживания больше, которые позволяют вам сохранить ваше душевное спокойствие, состояние квартиры и, соответственно, хорошее отношение с вашими соседями. От чего лучше застраховать квартиру? И сколько это стоит? Мы страхуем в районе 5-6 тысяч рублей за студию, страхуем от гражданской ответственности, это потоп пожар. К сожалению, от действий третьих лиц, если мы добровольно сами передаем ключи гостю, страховка не действует, поэтому здесь от повреждений мы больше страхуемся как раз-таки залоговой суммой. А можно ли поставить второй замок? Это не очень работает, на самом деле, вы можете менять личинки бесконечно, если захотят ограбить вашу квартиру, это сделают и без заселения до этого. Я рекомендую ставить электронные звонки, сейчас это очень популярная история, когда после каждого гостя сбрасывается пароль и при новом госте формируется новость. В каком размере придется платить налоги? Осмотря как вы себя позиционируете, если вы как физлицо, то это всем известные 13%. Если вы самозанятый и вы получаете деньги от физлица, это 4%. Если вы ИП, то понятно, там 6% и все остальные взносы страховые. А теперь о тех, кто выбирает более сложные инструменты. Инвестировать это модно, но насколько прибыльно? Сегодня почти 15 миллионов россиян могут назвать себя инвесторами. А нам очень интересно понять, сколько из этих 15 миллионов успешны. И вот давайте сейчас и разберемся. Банк России опросил крупных брокеров, те подтвердили. На рынке оказывается в основном мелочь. Две трети так называемых инвесторов имеют брокерский счет, но не имеют на нем денег. А у большинства остальных в портфеле меньше 100 тысяч рублей. Три четверти всех активов на рынке, внимание, три четверти, принадлежит всего 1% действительно настоящих акул бизнеса. И возникает логичный вопрос. У новичка вообще есть шансы заработать на фондовом рынке? Центробанк отвечает, что есть. Однако, каким бы астрономическим ни казался рост котировок на биржах, по факту эти шансы практически 50 на 50. Чтобы узнать секрет успеха, наш корреспондент Дмитрий Тарасов вышел за рамки сухой статистики и познакомился с профессионалами этого рынка. Одни из самых активных россиян на фондовом рынке – петербуржцы. В прошлом году они инвестировали на биржи более 100 миллиардов рублей. Количество игроков из северной столицы тоже заметно выросло. По инвестиционной активности, по количеству счетов среди региона Санкт-Петербург у нас занимает третье место после Москвы в Московской области. По итогам 2021 года количество частных инвесторов в Санкт-Петербурге составило порядка 800 тысяч человек. Это больше, чем в два раза по итогам 2020 года. Центробанк выяснил, главные инвесторы – мужчины. Их на фондовом рынке в полтора раза больше, чем женщин. Содержание инвест-портфеля тоже отличается. Замечено, например, что дамы более лояльны к ценным бумагам отечественных компаний. Но есть ли еще различия? Мы решили провести эксперимент. Попросили двух опытных трейдеров – Ольгу и Никиту – собрать свой собственный инвестиционный портфель. Сумма у каждого – 100 тысяч рублей. Нужно получить доходность по итогам года 9%. Посмотрим, как сильно будут отличаться два набора акций – мужской и женский. Это компания, крупнейший производитель и поставщик газа. Далее 20% – независимая нефтяная компания, которая держит до 2% разведанных мировых запасов нефти. Далее крупнейший банк в Восточной и Центральной Европе. Дальше крупнейший производитель, независимый производитель газа. И по 10% портфель имеет крупнейшая компания, обладающая наилучшим парком авиасамолетов. Нефтяная, нефтегазовая компания, которая находится в Сургуте. В моем инвестиционном портфеле находятся компании металлургической отрасли, финансового сектора, банковского сектора и газодобывающей и технологической отрасли. Примечательно, оба отказались от зарубежных акций. И у Никиты, и у Ольги в портфелях акции российских нефтегазовых компаний и банков. Никита сделал ставку на сырьевой рынок, а Ольга максимально разнообразила свой портфель, то есть диверсифицировала. Такой подход считается более осторожным. Вероятно, он помогает девушкам быть на бирже чуточку успешнее. В прошлом году, по данным Центробанка, заработали больше, чем потратили, 50,7% мужчин и 51,5% женщин. Но дело возможно не только в стратегии. Если женщина, инвестор принимает решение сформировать дивидендный портфель, либо выбрать те или иные недооцененные акции и включить их в свой портфель, то, как правило, на середине пути она не меняет стратегию. Это не свойственно женщинам. Они вот сформировали портфель и держат. Возраст тоже важный параметр для инвестора. Главные неудачники на бирже – клиенты младше 20 лет. На доходность не выходит и треть из них, а вот мужчины после 50 зарабатывают более чем в половине случаев. Мой опыт общения с инвесторами покажет, что люди, которые 20 лет, 25 лет, у них практически нет восприятия риска. Они хотят получать доход здесь и сейчас, что они практически на рынке, пока не понимают поход, обречены. То есть они за свой опыт должны заплатить. Правда, для многих опыт, очевидно, становится травматичным. После первых неудач инвесторы прекращают игру на бирже, либо упорно ждут роста своих портфелей. По той же статистике Центробанка, только 17,5% клиентов брокерских фирм пополняли свои счета более одного раза в 2021 году. При этом свыше 60% портфелей остаются пустыми. Их владельцы либо изучают рынок, либо пока не готовы рисковать. Вакцинирование населения спасает здоровье и поддерживает экономику. Россияне могут сделать прививку от коронавируса бесплатно. Но, как известно, ничего бесплатного не бывает. Например, за два компонента спутника ВИИ государство платит производителям около 870 рублей. Лайт-версия закупается по 340 рублей за штуку. Всего в минувшем году в стране было выпущено 140 миллионов доз для внутреннего использования и 93 миллиона на экспорт. А это уже не расходная, а доходная часть бюджета. За рубежом российскую вакцину от коронавируса покупают в среднем по 10 долларов за две дозы. И путем нехитрых вычислений можно посчитать, что экспорт спутника ВИИ принес стране без малого миллиард долларов. Основные покупатели – Аргентина, Арабские Эмираты, Мексика, Казахстан и Индия. Эффективность вакцины 97,6%. Это данные производителя. Как я убедился лично, препарат выпускают по самым строгим стандартам на оборудовании мирового уровня. Сегодня мы говорим с представителем крупного бизнеса, и вы сейчас поймете почему. Ольга Ларионова – генеральный директор российского представительства международного концерна, который производит оборудование и расходники для лабораторий и биофармацевтического производства. Но самые острые вопросы связаны с другим. На оборудовании концерна, конкретно вот на этом, производятся антиковидные вакцины. И сегодня у нас есть возможность узнать, как обеспечивается их качество. Ольга, а вы сами вакцинированы? Да, конечно. Еще в сентябре 2020 года. Когда наступила пандемия, я подошла к нашим специалистам по применению оборудования. А именно они стоят на переднем крае, они работают с исследователями, с теми, кто создавал вакцину, с теми, кто потом ее масштабирует в производственные объемы. Я просто спросила, она нормальная? Ее можно колоть? Я по-человечески спросила. Они сказали, конечно. То есть вы уверены в качестве вакцины? Абсолютно. Биофарма – это такая отрасль, где существует процесс валидации. Любой процесс завалидирован. Это строжайшее исследование, в том числе и по тому, какое оборудование стоит, какой шаг за каким идет. Строжайшее исследование этим правилом. И сами производители биофармацевтические, они просто не имеют права отходить от этого процесса и не отойдут. Со стороны нашей команды мы, конечно, делаем все от себя зависящее, чтобы Россия получала вовремя то оборудование, которое необходимо для производства вакцины. Но это абсолютно то же самое оборудование, которое получает Германия, Европа, Америка и так далее. Абсолютно тоже оборудование. Мы российское представительство международного концерна и работаем, собственно, по всем тем же критериям качества, что и наши коллеги за рубежом. Ну, можно сказать, что у вас завидное положение для любого бизнеса, спрос обеспечен надолго вперед. Но каковы все-таки ваши проблемы? Проблема, наверное, в большой загруженности нашего персонала, именно потому что у нас много работы, ее действительно хватает. И российский рынок кадров, именно в сфере биофармацевтики, биотехнологий, он еще не настолько хорошо развит. Нам банально не хватает специалистов в этой отрасли, у нас сейчас идет большой набор в наши штаты. Сейчас такая ситуация, что государство силы и средства бросает на борьбу с ковидом. Можно сказать, что вот вопросы решаются, и этот опыт можно потом перенести на производство других лекарств? Безусловно. Это вот очень наглядная ситуация, когда у государства есть четкая цель, есть запрос. И неважно, государственные производители или коммерческие производители, да, жидких лекарственных форм, они все бросили на то, чтобы обеспечить этот спрос и этот заказ государству. Мы сейчас живем в очень интересное время, когда у нас начинается действительно динамичное развитие вот этой вот биофармацевтической, биотехнологической отрасли в России. Это здорово, потому что за этим будущее. Последний богатырь совсем не последний, а наоборот, в первой пятерке подоходности в истории российского кино. Меньше чем за месяц картина собрала в прокате больше двух миллиардов рублей, обойдя в том числе первые две части франшизы. Отмечу, что остальные рекордсмены, в частности «Холоп», «Движение вверх» и «Т-34», вышли еще до пандемии. А этот фильм, несмотря на все ограничения, на территории России и СНГ посмотрели почти 7 миллионов человек. При том, что в конкурентах были «Чемпион мира», «Новая матрица» и очередной «Человек-паук». А бюджет третьей части, кстати, как и зрительский рейтинг, самые низкие в трилогии. Успех обеспечивает симбиоз творчества и трезвого расчета. Правильно выбранная дата выхода и масштаб рекламной кампании напрямую влияют на кассовые сборы. И как показывает опыт фильмов-миллиардников, лучшее время релиза – это конец декабря, начало января. На руку прокатчикам играет и морозная погода, и школьные каникулы, ну и длинные январские праздники. В течение остального года добиться подобной кассы сложнее, но все-таки возможно. И вот претенденты в 2022 году. Во-первых, это «Сердце Пармы», которое сейчас активно рекламируется, экранизация большого хита Алексея Иванова, литература крутая, крутые актеры. Затем это, я думаю, что фильм «Вызов», который снимается в космосе и снимает его та же команда, что сделала последнего богатыря. Большие амбиции у создателей картины «Ампир В» по Пелевину, тоже нашумевшая книга, большой хит, чрезвычайно зрелищный материал, трейлер потрясающий, все его очень ждут. И это будет фильм, который называется «Нюрнберг», посвященный нюрнбергскому процессу. На эту тему у нас кино давно не выходило. Ну и в заключении темы пара слов про мировой прокат. Если брать всю историю кино, номинально первые четыре строчки по размеру сборов занимают «Аватар», «Две части Мстителей» и «Титаник». Но, если учесть инфляцию, то, оказывается, лучший результат показал фильм 1939 года, «Унесенный ветром». В пересчете на современные деньги он собрал более трех миллиардов семисот миллионов долларов. Боже, мне плохо. Мы шокируем конфедерацию, Скарлетт. Это похоже на контрабанду. Это хуже. Но я надеюсь на это множиться. Дальше поговорим о том, во что обходится любовь к братьям нашим меньшим. Вот лично мне иногда кажется, что я зарабатываю деньги исключительно для того, чтобы потом пес съел на улице какую-то гадость, и я повел его к ветеринару. И эта боль знакома многим владельцам домашних животных. Кошечки, собачки и другие существа есть практически у половины россиян. Основные статьи расходов у нас, помимо упомянутого ветеринара, это корм, игрушки и наполнители. И здесь россияне не скупятся. По данным ВЦИОМ, на питание кошки в месяц в среднем уходит порядка двух тысяч рублей, и собаки почти две тысячи четыреста. То есть мы готовы сытно кормить своих любимцев, а вот на дрессировку, оказывается, тратится только один из десяти владельцев собак. Необученный пес грозит серьезными проблемами, но, как вы видите, многие предпочитают экономить время и деньги. Наш корреспондент Милена Иконикова решила узнать, сколько же стоят услуги кинолога, и пошла осваивать очередную профессию. Сегодня я погружаюсь в очень интересную, активную, контактную профессию. Буду работать кинологом. У меня пять подопечных, три парня, две девочки. Ну что ж, приступим к занятию. Моим наставником будет Владимир. За его плечами более двадцати лет практики. Владимир уверен, нет необучаемых собак, есть непрофессиональные кинологи. Стоять. Нет. Давайте показывайте, мне я буду говорить, правильно или нет. Так он же поднимается вверх. Стоять за едой. Стоять, значит. Нет. Выполнение команд только одно из направлений работы. Еще кинолог занимается корректировкой поведения собак, спортивной дрессировкой и подготовкой к выставкам. Работать можно либо на дому у клиента, либо на оборудованных площадках. Полупостановочный костюм для обучения защитно-караульному разделу. То есть не прокустят, даже если очень сильно захотят. Он плотный, из спецткани, набит наполнителем таким, чтобы собака не смогла нанести увечья. Костюм весит около 20 килограммов. Его используют при отработке навыков караульной службы и когда собаку учат защищать хозяина в случае нападения на него преступников. Важно не только, как четвероногий охранник схватит обидчика, но и чтобы на команду «Отпусти!» пёс реагировал незамедлительно. Взять! Это было мощно, да? Нет! Нет! Вставайте! Амазь, нет! Вставайте! Опа! Кинологи проводят групповые, а также индивидуальные занятия. Стоимость последних обычно варьируется от 1000 до 6000 рублей за тренировку, вне зависимости от породы собаки и ее возраста. Ну, в день 2-3 занятия у меня точно, индивидуальных. Это в день. Они раз в неделю приходят, я напоминаю. 20 собак у вас одновременно? Ну, кого-то, да. Это тяжело, это много, мало, можно же больше, наверное. Можно больше, но берем столько, сколько комфортно. Большинство кинологов работают сами на себя. И, по словам Владимира, рынок очень конкурентный. Особенно в низком ценовом сегменте. Зарплата непредсказуемая, как и график. Если же говорить о специальных центрах, то, по данным Headhunter, кинологам готовы платить от 50 тысяч рублей в месяц. Сейчас на одну вакансию претендуют 4 кандидата. Проще всего стать кинологом, окончив специальные курсы. Они обычно длятся от месяца и стоят не меньше 10 тысяч рублей. Можно, конечно, получить специальность в колледже или вузе, но, как правило, на коммерческой основе. Снова и снова подтверждается правило, в период экономических катаклизмов продажи роскошных товаров резко растут. И вот хороший пример. В минувшем году в России продано рекордное число автомобилей дороже 35 миллионов рублей. На наших дорогах появилось еще около 300 гипердорогих авто известной британской марки. И в качестве потребителя автокласса люкс мы обошли Европу. Рост продаж премиальных моделей, то есть ценой 100-120 тысяч долларов за штуку, в три раза выше, чем в массовом сегменте. Как раз недавно мы говорили, официально роскошью у нас в России считается авто стоимостью от 3 миллионов рублей. Но 3 и 35 разница, согласитесь, приличная. Все в этом мире относительно. Вот мы и решили выйти на улицу и спросить вас, что лично для вас является роскошью. Ездить, отдыхать, путешествовать, несмотря ни на что и не работать. Возможность отдыхать, путешествовать. Ну вы, я смотрю, не работаете, то есть вы уже как минимум один шаг к роскоши сделали. Да, я куплю на яхту. Сколько накопили? Немножко. На мачту хотя бы хватает? Да, хватает. Жилье в центре города. Машину хорошую. И все? Ну да. Потому что частный с эмалью. Нет, нет, это уже понты. Возможно, это какой-нибудь бренд очень дорогой. Это связано с чем? То есть это бренд машины, телефоны, чего? Нет, ну телефона, наверное, в том числе, одежды, какой-нибудь русский, яркий, с большим логотипом. В основном это какие-то атрибуты, это как телефон. Ну у всех телефонов. Все материальное, вопрос какой телефон. Золотой? Нет, допустим, если та же техника Apple, она стоит очень большой денег. Да. Ну и из одежды, если он носит какие-то бренды. Но это самое банальное, что лезет в голову. Богат человек у него как раз так. Я не богат, ни в коем случае. Может, Bentley, Lamborghini. То есть дорогая машина? Ну да. А вы разбираетесь? Нет, не разбираюсь, весьма посредственно разбираюсь, но почему-то мне так кажется, что в какой-то мере это могло бы быть. Где ваша ламба припаркована? Моя? Нет, я ближе к духовным. Духовным. Ценность, темноте. Ну тоже богатство разной стадии, разной степени. Яхта – это один уровень богатства. Это какой? Верхний или нижний? Нет. Ну верхний – это безграничное. Это замок где-нибудь там в Лондоне. И на этом сегодня все. Следующий выпуск программы «Вектор успеха». Смотрите 3 февраля в 22.40. Берегите себя, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok